Братва, всем привет! С вами снова Владосик и сегодня мы будем снимать обалденную игру, точнее обзор на данную игру и геймплей. Игра идет олдовая, олдскульная. Для людей, кто раньше играл Street Fighter, для людей, кто играл Tekken и любил эти игры, вот наподобие этих игр вышла на мобильной платформе. Вышла, правда, давно, но обзор на нее не снимаю, сейчас непосредственно я. Игра мне очень понравилась, потому что я дикий фанат Tekken, Tekken 3, Street Fighter, еще Sony PlayStation 1. Поэтому я лютейший фанат из фанатов. Естественно, я сразу себе скачал ее полностью. Поэтому сейчас посмотрим, какие у меня есть бойцы. Я играю относительно недолго, покажу вам геймплей, покажу, как там можно играть, в каких локациях, в каких режимах, в прохождении, в режиме карьера, в сюжетном режиме, где идет история, своеобразность, все вот эти штуки. Мне дали Джим Казама, это боец Tekken, но это сейчас в дальнейшем. Расскажу, какое там событие сейчас происходит. В общем, ребятушки, сломим в ладосик, снимаем дальше крутые видосы на крутые игрушки с самым лучшим геймплеем. И, естественно, ну, скромным и одним из самых лучших комментаторов. Ха, ладно. Не будем тянуть резину. Погнали. Так, ребятки, вот у нас сейчас идет главный экран. Нажимаем. У нас, кстати, сейчас идет событие с Tekken совместно. То есть у нас идет The King of Fighters и Tekken снимаем. У нас сейчас идет событие. Так, заходим в игрушку. Все, прогружается. Игра называется, если что, The King of Fighters. Вот такие. Так, забираем наградки. Все как всегда. Как будто я здесь захожу очень часто, но, к сожалению, не так часто, как хотелось бы. Но какие-то плюшечки нам дают. Дают монет просто целую кучу. Короче, просто нереально. Итак, Джинка-Замок. Это показывает, какие у нас есть сейчас акции. События. Так, все. Забираем все награды. Просто кучу насыпает. Ну, короче, все по красоте. Ну, кстати, ребят, сейчас у нас мы с вами сделаем прикольную штуку. Я это, конечно, потом еще сниму. Буду снимать видос на эту тему. Мы сейчас вам откроем, сделаем призыв. Призыв бойцов. Чтоб вы увидели. Вот мы заходим, призыв. Здесь очень большое количество. И вот у нас есть билеты призыва. И у нас уже можно использовать. Так. Что мы можем использовать? У нас сейчас есть 19 билетов. Давайте используем с вами 5. Откроем. 5 бойцов. Так. Вот мы ждем открытия. Кто нам выпадает? Там. Там. Главное, что выбрал чувак, которого у меня нет. Хотя бы. Там никто не легендарный. Ничего. Итак, что это? Да. Супер редкий. Клар стиль. Здесь, кстати. В этой игре собрано. The King of Fighters. Это All-Star. Ну, это старые звезды. Там, по-моему, начиная с 94-го, заканчивая 98-м, либо 99-м годом. Все вот эти части стрит-файтера, вот эти чуваки, с каждой части, они здесь находятся. То есть, вот этого чувака, который, например, в очках, он может быть в 96-м, 95-м, 94-м году, с разным там прорисовкой, эмуни, 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 минитарем, короче, говоря, с другим видом. Но, это 4 разные бойца, считается, в данной игре. Так что, вот вам выпал нам чувачок, и что он даст? Есть. Вот у меня он новый. Видите, 97-го года у меня такого не было. Божественно. То, что у нас попался один новый герой, это хорошо. Делаем еще одно открытие. Так, пропустить. И да, у меня такого вообще не было. Это вот, 94-го года. Стрит-файтеров. Так, делаем еще одно открытие. И кто же нам выпадет? Касаемся экранчика. Давай, 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 что-нибудь интересное такое. Интересное. Опа. Блин. Получить душу. То есть, у меня такой чувак есть. Я его только получаю душу. Это на прокачку, на улучшение бойцов в дальнейшем. К сожалению. Терри, ты у меня уже есть. Так, это мы открыли второго бойца. Третьего. Третьего. Сейчас будет четвертый. Так, открываем. И кто попадается? Блин, опять получить душу. Ты что, издеваешься? Ну, ладно, хоть парочку. Это у нас из части стрит-файтер 96-го года. Так, есть такое дело. Получили душу на прокачку. Ну, пусть так будет. И последний боец на сегодня. Потому что я коплю для вас билеты, чтобы в одном видео сделать большой призыв. Призыв просто от видос. Призыв на призыве просто, я не знаю. Например, призыва 50. Разные бойцы, вы представляете? Если, кстати, вам будет интересно, ну, данная штука по призывам, вы пишите в комментариях, там, либо дайте мне знать об этом. И вот. Что это? Это Юри Сакадзаки. Короче, стрит-файтер 94-го года. Но у меня это не было. Это, походу, девочка. И она у меня есть. Трехзвездочный. Ну, фуфлыжный, правда. Но я собираю коллекцию бойцов. Поэтому мне это не особо важно. И ее прокачаю, как сказать. Так, а что это у нас тут вверху? Так, пахнуть рекламу, чтобы подводить награды. Хотите, нет, не будем мы смотреть рекламы. Так, вот здесь вот у нас идет, вот здесь тоже можно делать призывы. Поняли? Призыв стоит 1. 100 красных кристаллов. Призыв 10-х одновременно, ну, бойцов карт, стоит 900 кристаллов. Ну, кристаллы, я вам скажу, достаются очень довольно кит... Ну, трудновато. Там, за прохождение квеста, за прохождение заданий. Ну, и все такое прочее. Поэтому их пока тратить не будем. Мы оставим ее на потом большое открытие кейсов. Кстати, повторюсь. Если хотим, ставим лайк. Ставим плюсы в комментариях. Либо пишем, хочу призывов кучу. И будем делать призывов кучу. Так, вот у нас еще здесь есть призывы. Это показывает призывы, где можно просто... Кстати, вот еще есть интересный призыв, называется сброс бойца. Пока не получите требуемого вам бойца. Так, так, так. Разница, часть, выхода, вот так, 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 так. Исклюзивков, это призыв бойца, именно определенной масти, которой можно попасть там. Вот. В бой вступают новые особые бойцы. Гис Ковард. Пятизвездочный герой. Саут Тауна, встречайте Гиса Коварда. Ну, то есть, можно... А ну-ка, сейчас. В общем, можно тоже будет призвать. И есть шанс, что ты получишь вот этого вот интересного бойца. Эксклюзивно. Поэтапный призыв, это у нас... Мы, получается, призываем десяти героев. Там из них могут выпасть интересные герои. Потом на них 50% скидка. Ну, то есть, когда мы делаем большими призывами, чтобы получить больше этих бойцов. По максимуму больше. Это тоже можно будет потом делать. Так, у нас здесь кратенькая. Это у нас что? Так. И у нас есть, кстати, блотерейка. У нас есть один призыв бесплатный. Сейчас мы его тоже сделаем, но у нас бесплатный. Так, кто нам выпадет в этот раз? Так, вот так вот. Чо-и-бонге. Это стрит-файтер 94-го года. Ну, у нас есть уже такое, поэтому получаем просто душу твою, мотал. В общем. Ну, по призывам все. По призывам, если хотите, я вам могу снять более подробное видео. Теперь я вам покажу. Сейчас я еще... У нас есть суперзадания какие-то. Награду не забрал почему-то свою. Так, ладно. Сейчас все поэтапно пойдем. Появились новые бойцы. То, что показывают. Так, форумы. Так, так, так. Магазин Тейкин. Сейчас мы зайдем здесь, посмотрим, что. Не показывать. А, это то, что можно задонатить и получить там билетики, получить какие-то улучшалочки, получить... Пыль для улучшения бойцов. Ну, в общем, вот такие вот штуки можно сделать. Итак. Вот здесь вот, видите, вверху, в уголку, в верхнем правом, светится задание. Когда вы выполняете задание, вы получаете определенные плюшки и вот эти вот кристаллы. Их желательно выполнять. И у меня вот здесь есть достигнете 30-го уровня бойцов. У меня все бойцы, я их, ну, пытаюсь прокачивать равномерно. Где-то 24-25-го уровня. Соответственно, чем уровень выше, тем их труднее набивать опыта. Поэтому нужно еще поиграть, чтобы это задание выполнить. Так что вот таким вот образом. Так, зайдем в арену, я вам покажу, что здесь можно сделать. На арене. Что мы можем делать? Мы сделаем, можем делать бой на время. Вот она, кстати, открыта вот. Интересных вот несколько. Правила боя. Создать команду из бойцов Тейкин. Чтобы быстро пройти выбранный этап. Условия участия. Дио, сяо. Ну, эти люди, которые могут участвовать, так понимаем. Мы собираем команду и валимся команда на команду. И кто выигрывает, тот и, в принципе, красавчик просто. Так, это у нас идет бой на время. То есть на время мы, дается время определенное. Мы за это время пытаемся набить как можно больше очков, как можно больше бойцов. Развалить как можно больше бойцов и боссов. Потом есть арена. На арене вот есть с тобой, есть боты, есть реальные игроки. И ты с ними соревнуйся со своей командой. Команда у тебя из трех человек самых топовых. Либо ты можешь включить автопостроение, где подберешь самых топовых. Либо у них еще и просто есть свои стихии, которые могут доминировать перед другой командой. Поэтому она может тебя автоматически подобрать, если ты не хочешь в этом заморачиваться. И просто хочешь прокачивать своих бойцов более-менее равномерно. Я, например, всегда использую автопостроение, чтобы, ну так сказать, выстроить правильно и равномерно прокачать всю команду, которая у меня есть. Ну, мне это интересно. В этом бою нужно своих бойцов реально прокачать, когда ты будешь соревноваться с другими игроками. Потому что тебя, ну много, я скажу, тебе вам пробовал. Ну, давали просраться так знатно. Поэтому я особо не рискую, пока я пытаюсь только пока на ботах прокачиваться. Ну, чтобы, так сказать, потом где-то поучаствовать и кого-то развалить. Так, матч лиги, это, походу, сезонное задание, да. Так, вот. Один раунд. Победа при накапте соперника воспользуется помощью авторежима. Ну, примерно то же самое. Это идет игра с игроками. Только ты потом повышаешь. Чем больше проносится тебе победа, ты больше повышаешь уровень. И когда заканчивается сезон, ты получаешь какие-то определенные призы. Или заканчивается та же лига. Дружеский матч. Вот что самое интересное. Если, например, у друга твоего установлена игра такая же на телефоне. И ты хочешь с ним сразиться, померяться командой. Ну, просто классно провести время и убить. С помощью вот этой штуки ты можешь это сделать. Как это происходит? Вы заходите в дружеский матч, выбираешь себе команду. И когда ты нажимаешь вход в дружеский матч, ты выбираешь. Либо ты создаешь игру, и потом код даешь другу. Когда другу должен зайти, нужно нажать не создать, а вот кода. И он вводит код, и вы получаете на одной арене друг против друга. Твоя самая топовая команда, либо самая голимая команда. И его самая топовая команда, либо самая голимая. На мой взгляд, режим очень интересный и прикольный. Если, например, с другом играть в одну и ту же игру, она довольно-таки прикольная и интересная. Но, блин, сразиться, помериться там, не сказать, пиписьками, тоже иногда прикольно, на мой взгляд. Ну, поэтому, вот этот режим меня в этой игре порадовал. И это будет не... Ну, сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу, как это будет примерно происходить. Это те штуки, где можно играть на арене. Что можно делать, в принципе, на аренде. Когда мы нажимаем бой. В бой вот здесь у нас есть интересные штуки. У нас есть история, где мы по сюжету проходим непосредственно вот всякие главы. Четвертая, пятая глава, шестая глава. Я сейчас иду, прохожу пятую главу. И вот так ты прокачиваешь до самого главного и крутого босса. Поняли? То есть, интерес... Ну, очень интересно, чтобы пройти непосредственно... Так, выбор серии можно еще сделать. Ага, вот она в чем. Ага, я вас понял. То есть, вот здесь вот, где выбор серии. Я уже прошел одну. Эту серию, 94-го, я прошел. Сейчас я, получается, иду на 95-й. Когда я пройду вот эту всю серию, у меня идет 96-й год, 97-й год и 98-й год. Где мне нужно это все будет пройти. И еще там есть разные уровни. Там не по нормальный уровень, и по средний уровень, и типа сложный уровень. И там проходишь, и тебе даются дополнительные очки, плюшки, фишки. Ну, как мы это все любим. Я там сейчас рассказываю просто по режимам игры, которые вот вы зашли в Street Fighter. Вот, вот эту игру. И вы можете поиграть вообще все, что вам угодно. Вы можете сразиться с другом, можете сыграть на арене, можете выступить против другого какого-то онлайн-игрока. Можете пройти историю, и вы можете зайти в подземелье. Где вам даются дополнительные плюшечки. Где у вас все поэтапно, там... Вот, в каждом задании, когда идет, вот, башня испытания. Ты когда в нее заходишь, проходишь вот эти все этажи, и тебе за этот каждый этаж дается там опыт, дается пыль для улучшения бойца, дается денежка. Ты можешь даже заниматься автопрохождением. Нажимаешь автопрохождение, он тебе проходит одно. Просто для прокачки своих же бойцов. Это идет в подземелье. Есть приключения и события. У нас сейчас идет приключение, это тейкен. Это то, что мы можем сыграть... Ну, смотри. От кейф к тейкен стейдж, ков стейдж ков стейдж, это как раз вот это, стрит файтер, ну, вот эти уличные бойцы, и тейкен стейдж. То есть я сейчас там играю на тейкен стейдж. Это особое событие, за которое тебе нужно играть определенный период времени, потому что он со временем имеет свойство заканчиваться. И ты получишь определенное количество бойцов. Итак, ребят, ну что, давайте, наверное, катанем. Я хочу, наверное, сыграть в приключения. И хочу, пока идет событие тейкен, сыграть, наверное, в тейкен. Покажу вам хотя бы боечек. Я вам в этом обзоре игры был, ну, чисто обзор там по, так сказать, какие режимы есть игры, какие они мне нравятся. Соответственно, если вы хотите, если понравится обзор на данную игру, вы пишите в комментариях, я, соответственно, сниму и вторую, и третью, и четвертую, и пятую часть на данную игрушку. Я, в принципе, планирую это снимать. Но если будет желание, чтобы они вышли чуть пораньше, вы мне обязательно дайте об этом знать. Я обязательно про это сниму. Субтитры подогнал «Симон»!